Привет, дамы и господа, мы сегодня рассмотрим то, что Комтуаса нам завезли. Да, как доктор прописал. Так, что у нас здесь? Уведомление о системе непрерывного боя. Короче, в простонародье, наверное, будет называться автофарм. Что-то типа того. Вас приветствует команда разработчиков Summoner War. В сегодняшних заметках разработчиков мы рады поговорить о системе непрерывного боя, которую в настоящее время разрабатывает наша команда. Наша цель выпустить эту систему в следующем обновлении до версии 6.04. Сейчас можно обновиться до 6.03, но и не нужно, там просто какие-то переделки мелкие. Система непрерывного боя. То есть это здание наконец-то будет у всех использоваться. Я им, допустим, не пользуюсь. Оно мне нахер не надо. Оно валяется где-то, оно, по-моему, даже у меня скрыто в здании, которое хранит здание. Придется его оттуда достать и поставить его на главный остров. Потому что оно теперь действительно как магазин будет юзаться очень часто. В общем, не знаю, почему они через это здание сделали, но так сделали. Знакомое строение, правда? Да, валяется где-то. Это врата измерений, которые вы с этого момента будете часто посещать. Короче, заставляют нас. Врата могут помочь заклинателям попасть в нужную им локацию боя, присоединиться к команде потустороннего рейда или пополнить энергию. Система непрерывного боя будет доступна для использования через врата измерений. Сначала мы кратко расскажем, что такое системы непрерывного боя, а затем дадим более подробные объяснения. Непрерывный бой. Так. Сражаться можно до 10 раз подряд. Вы можете применить систему непрерывного боя, если вы выберете локацию для боя через врата измерений, а не на экране карты острова битв. То есть непрерывку можно включить только через это здание. Палю вас. Вот так вот они заскриптовали. Так. Вы можете оставаться на небесном острове и использовать другие функции, пока включен непрерывный бой. Вы можете вызывать, усиливать монстров, экипировать, короче, одевать, раздевать персонажей, усиливать руны и артефакты, пока включен непрерывный бой. Пока включен непрерывный бой, вы можете использовать все остальные контенты игры, кроме участия в обычном бою. Так. Вы можете проверить текущую историю боя в режиме реального времени. Ну, к этому сейчас перейдем. Так, непрерывный бой, подготовка к бою будет выглядеть вот так Вот ваша энергия, можно ее пополнить, я так понимаю То есть, если вам не хватает на 10 Они это, кстати, нигде не оговорили Они лишь оговорили, что если вам не хватает энергии То просто заходов будет не 10, к примеру, а там 8, 7 То есть, в процессе у вас типа закончилась энергия То есть, не обязательно запускать на 10 боев, я так понимаю, будет Если вы там, у вас есть 50 энергии И вы хотите зайти там в Кайрос Единственное, я не знаю, будет ли учитываться та энергия Которая будет вам выпадать в Кайросе Приведу пример На 6 заходов на 10 гиганта нужно 48 энергии А если у вас 46 У вас будет 5 заходов Но при этом вы еще на этих вот заходах выбили там 5-6 энергии Вы зайдете все-таки 5 раз Или добавиться этой энергии будет 6 Вот тут я не знаю Помните, да, систему на Гидре Когда на Гидру ходили То, соответственно, нельзя было пополнять энергию На Гидре не восстанавливалась энергия Вот такая вот была печалька И, по-моему, до сих пор на Гидре не восстанавливается энергия Пока ты на нее ходишь Надеюсь, они это пофиксят Или уже пофиксили Поэтому тут я не ручаюсь сказать, как будет правильно говорить Ну, всегда можно посчитать Математика дело простое То есть берете просто, да Вам нужно на 12 гиганта дракона-некроманта сделать 10 заходов То есть 90 энергии Если у вас там 85 Просто вот здесь, наверное, плюсик Это будет переход в режим пополнения энергии За кристаллы За сосочки Или с инвентаря можно будет взять энергию Мне кажется так Вот что будет означать этот плюсик Можно зайти в сценарий Можно зайти в Кайрос любые данжи И можно зайти в Рифт измерений Но кроме Гидры То есть нельзя фармить дырку измерений Какой-то там ПВП на авто и прочее То есть это ПВЕ контент они запилили Возможно, сюда еще будет что-то добавляться Это первый экран, который вы увидите Когда зайдете в меню непрерывного боя Через врата измерений Перед тем, как начать непрерывный бой Вы пройдете двухэтапную подготовку То есть нас будут обучать Во-первых, сначала необходимо выбрать подземелье В котором вы хотите использовать непрерывный бой Подземелье Кайрос Под устроен не подземелье Сценарий будет добавлен И список контента Доступного для непрерывного боя После выхода обновлений В последующих обновлениях Мы планируем расширить список Доступного контента Включив дыру измерений Ну вот как я и говорил И так далее Так, в последующих локациях Можно применить систему непрерывного боя Сценарий Все локации И уровень сложности То есть вы можете поставить Качать корм Но знаете, вот в плане корма Будет немножко сложновато Спасибо тебе, Денис, за подписку Да, ребят, кстати, я не оговорил Теперь я гайды для всех спонсоров То есть, короче Те, кто спонсор моего канала Для них доступны гайды Эти гайды в больше 50 штук Сейчас я вам покажу Так, вот, смотрите Гайды спонсорам Спонсорам спасибо Вот, смотрите У меня вот в этом плейлисте Если вы спонсор Вы автоматически получаете к нему доступ Здесь 50 видео Эти все видео Я перезаливаю сегодня и завтра Вконтакт Они будут доступны И на Ютубе И Вконтакте То бишь Это я сделал для чего Если у вас нет возможности Подписаться на Ютубе Ну никак у вас не получается Ну вы, блядь, просто костьми лягли Не получается у вас Подписаться на Ютубе Или вы просто не хотите запариваться Вы можете написать мне Вконтакте Как получить гайды Или там Как посмотреть твои гайды Я вам кину прайс И, соответственно, в первом списке Вы можете себе приобрести эти гайды В чем разница На Ютубе подписка на 1 месяц Но дешевле Вконтакте она немного дороже Но зато вы один раз ее получаете И на веки веков То есть, как альбом система Если вы получаете альбом Вы его один раз получили И он у вас будет на постоянке Хоть вы 10 лет будете играть в эту игру У вас постоянно будет доступ к альбому Точно так же и гайды Вконтакте То есть, если вы их один раз получили Просто будете все последующие гайды Досматривать себе абсолютно бесплатно Так что Делайте выводы Решайте сами Или подпишитесь на Ютубе За 25 рублей Или немного дороже Но Вконтакте, соответственно Вы получите гайды Все гайды будут у меня Вконтакте То есть, в моем плейлисте Вот так вот они приблизительно Будут выглядеть Вот Будет плейлист Называться Спонсором Спасибо Сюда я уже залил 17 гайдов Все остальные Дозалью этой ночью Когда вы смотрите Это видео Наверняка уже здесь все видео есть Просто их нужно отдельно Дозаливать Потому что Контакт логучая хрень И через VPN Это делается долго Вот как-то так Если вы берете и доступ к альбому И доступ к гайдам Вконтакте Будет дешевле Обращайтесь в Вконтакте Вот И будете просвещаться Вместе со всеми остальными Спасибо тем Кто поддерживает мой контент И спонсирует его Огромно тебе спасибо Продолжим Подземелье Кайрос Все этажи Зала Великана Дракона Некрополис Остальной крепости Зала Приговора Магии И все залы стихий То есть, тоже можно Короче, весь Весь Кайрос фармить Подтусторонний Подземелье Все, кроме Гидры Так, непрерывный бой Это ясно, ясно, ясно Во-вторых Необходимо выбрать команду Монстров, которые вы будете Использовать Да, нельзя изменить команду В процессе Обратите внимание Что вы не сможете Использовать Вы можете использовать Только своих монстров Друзей брать нельзя То есть, если вы хотите Там Повыставлять друзей Ну, понятное дело Друг используется Звучит странно Пошло Друг используется Один раз То бишь Вы же не сможете Сделать 10 заходов С одним и тем же другом Поэтому, понятное дело Почему ком-то Асы так сделали Кроме того Пока монстры задействованы Непрерывно на бою Их нельзя пробудить Или применять К ним превращение Нельзя их переодеть В костюмы И нельзя их пробудить На первый эвейк Либо там На второй эвейк К примеру Пока они используются Но Они ничего не написали По поводу рун Я так понимаю Пока они используются На этих же персонажей Можно допроточить Руны Проточить их гидрой Поменять какие-то статы И одеть Проточить на них артефакты Но я так понимаю Потому что про это Ничего не написано Это я уже спойлерю Я так Для себя Осознаю это Непрерывный бой Вот так вот он будет выглядеть Посмотрите Здесь пишется Сколько вы сделали заходов И сколько осталось То есть 4 из 10 заходов Куда вы делаете заходы Ну это и по картинке Понятно Это Да Вот И вот здесь вот Самое интересное Это дроп Посмотрите То есть вы сразу В процессе Можете развернуть Я объясню Как это все выглядит Объясню Как это выглядит Вы сразу в процессе Сможете продавать руны Это же крутотенько И сразу показывается Сколько вы выбили За эти там 4 заходов Или за все 10 Сколько вы выбили энергии Сколько вы получили маны Да Там продали Все вот это Я не знаю Учитывается Это руна Или за 4 захода Он столько маны выбил Вот это я точно не знаю На какого-то он дракона ходит На 12 За 3 захода На 12 гиганта Ну да Приблизительно Возможно не учитывается Вот здесь мана С продажи рун Скорее всего Она уже тебе идет Как бы В общий запак Вот здесь у тебя руны Всякие пельмени Крафтовые фигни Мне тоже так нравится 3 захода И 3 руны выпало Ага Если бы с 3 захода Впадало 3 руны Зачастую падает Какой-то мусор Непонятный Так что вы поняли Вот здесь вот будет Соответственно Весь ваш дроп Вы его в любой момент Сможете продать Если вы не продали Он просто сыпется Весь в инвентарь И в тот момент Пока вы выбили Вот эти вот 3 руны Вот как показывается На примере Вы их уже можете Через инвентарь точить Сюда я так понимаю Наверное их точить Еще нельзя будет Вот Ну не знаю Не знаю По-моему Здесь можно посмотреть Рекорды Там и прочие Записи Можно будет посмотреть Статистику боя Кто сколько раз Зафейлил Допустим Ты сделал 10 заходов На гиганта Среднее время Можно будет посчитать Посмотреть Какие монстры У тебя чаще всего Сдыхают Это прям шикарно Согласитесь Ты можешь провести Статистику По своей пачке Теперь я Человек Обращается ко мне И говорит Толян Вот у меня пачка Иногда фейлит На 10 гиганте Я ему Что Говорю Запиши То есть Кинь мне Статистику 10 заходов На гиганта Он мне кидает Стату И я смотрю По ней И кратко Говорю Что с ней Не так Хотя я думаю Человек и сам Поймет Что не так С этой пачкой Но если нет Мне будет Реально проще Прям круто Тенюшка Крутота Ага Продолжаем Дальше Так Вы увидите Экран выше Когда начнется Непрерывный бой Вы можете проверить В бою В какой локации Вы находитесь А также Количество Уже пройденных Непрерывных боев То о чем я говорил Вы можете видеть Экран текущего боя Экран текущего боя Можно увидеть С помощью экрана В режиме Картинка В картинке На котором Вы сможете Наблюдать За происходящим В режиме Реального времени Я объясню Как это будет выглядеть Смотрите То есть Вот Возьмем Это у нас идет Непрерывный бой Возьмем его Вот так вот Свернем Свернем В самый-самый Минимум Я не знаю Насколько его можно Там будет свернуть Слева Справа Наверху Я не знаю Может ее можно будет Передвигать И нажимая на нее У вас очень быстро Вот так вот Открывается Почти на весь экран Окно И вы сможете Опять посмотреть Что вы там Навыбивали И так далее Ну то есть Систему я думаю Поняли Окно в окне То есть вы можете Свернуть Развернуть Когда вы свернули Вы можете там Лазить в инвентаре Делать что хотите Там Фарите что угодно Всякие гадости Извращения В общем я думаю Вы понимаете о чем Идет речь Так Вы можете не только Наблюдать за боем Но также можете Изменять порядок Атаки босса Или выбирать Определенных монстров Противника Кто там задавался Вопросом А можно ли будет Якобы В этих автобоях Там же автобой Можно ли там будет Выставить пачку Чтоб она била Сразу босса На второй волне Чтоб она на финале Била только босса Или левый кристалл Все можно будет выбирать Точно так же Как и в обычных заходах Никто вас Не заставляет Делать 10 заходов Там куда то в кайрос Новички скорее всего Этой штукой Будут пользоваться Для наверное Фарма корма Но Вот теперь нужно Знаете что Извиняюсь Что нужно будет подумать Мне кажется Когда то я запарюсь И сделаю таблицу Такую Сколько нужно Сделать заходов Чтоб раскачать Двух звездочного монстра С нуля До максимального уровня К примеру На бусте Икс 2 И то же самое На икс 3 Сколько нужно сделать заходов Ну к примеру Возьмем вулкан На нормале На харде И на хеле Согласитесь Полезная инфа будет Потому что Действительно Сейчас ты сидишь Такой думаешь Блин А если я сделаю 10 заходов А чтоб раскачать Мобов Нужно максимум 6 И чё 4 захода Я буду делать Буду получать Просто ману А опыт А опыт-то качаться Не будет Понимаете Здесь нет же Такой системы Как в этом Говно Raid Shadows Legends Там можно Сделать как Если твои мобы Докачались До максималки Просто игра Сама подбирает Других монстров Которых ты выставил И она уже Других будет тебе Качать на автофарме У комдосов Пока такого нет Может они Когда-то кстати Это сделают Это было бы круто Качать корм Было бы гораздо проще Вообще Была бы Вот Изейшая тема Ну вы поняли О чем я говорю Вы можете проверить Список наград Полученных в боях Так возможно Продажа рун Прямо с экрана Списка наград Но в плане проточки По-моему они не писали Награды за каждый бой Будут получены Незамедлительно Вы сможете перейти В хранилище Монстры руны Чтобы усилить руну Или продать их Во время проведения Непрерывного боя Более того Вы можете проверить Вот подробный ход Каждого боя В рамках системы Непрерывного боя Нажав на кнопку Историю То есть вы сможете В истории поглядеть Кто зафейлился Кто не зафейлился Лучшее время Худшее время Общее время То есть видите да То есть лучшее время С 10 заходов Среднее так понимаю да И там будут писаться фейлы Да кстати Если вы хоть раз Если вы хоть раз зафейлили Вас с этого автобоя Выкидывает Видите да Как дроп Тут они правильно прорисовали Да Мне нравится что С 10 заходов Вам упало 8 урон Куптуасы Хорошая попытка С 10 заходов 8 урон Моя статистика такова 4-5 урон 4-5 дропов И газеты какие-то Ну может очень редко Мистик А или пельмень Понимаете да То есть пополам Вот это прям Они конечно Молодцы Куптуасы да Но Хорошая попытка Куптуасы нет Видите Все таки мана Учитывается видимо За заходы И посмотрите За 10 заходов Ты вернул 9 энергии То есть по сути дела Ты получаешь В этой ситуации Один бесплатный заход Прикольненько да Вообще красота Ага Так Есть такое дело Так Экраны Экраны Это мы посмотрели Вот Вы можете посмотреть Статистику Какая пачка Там да За сколько время Прошла Какой дроп был Умер кто-то В этой пачке Или не умер Вы сможете Посмотреть Статистику Вашего Захода Когда вы делаете По одному заходу Вы забываете Кто у вас там Чаще всего умирает А делая 10 заходов 100 заходов То есть 10 по 10 Вы сможете провести Статистику Кто же сука Чаще всего умирает Грязный вердыхайль Или в этой ситуации Ковбойша Или у вас там Не знаю Белка дохнет Или веромоз Кто-то там у вас Копытится постоянно Кто вот тот Козел отпущения Да И его вы соответственно Скорее всего усиливать будете Чтоб он как бы Не дох Или дох реже Спасибо тебе Дмитрий За подписку Сабхай в чатик Вот сохраните ссылку На гайды Добро пожаловать Спасибо тебе огромнейшее Сейчас секундочку Я закончу И еще раз скажу спасибо В общем вот так Это будет выглядеть Видите Четко Здесь вот претензий нет Они даже сделали Больше чем я ожидал Даже статистику сделали Чего многие не ждали Согласитесь Довели до ума Единственное Какие у меня претензии Это по поводу того Что вот в плане фарма Да Если б можно было бы Выставлять каких-то монстров Если твои уже прокачались Это было бы идеально Но пока это не сделано Хотя может когда введут этот патч Уже это будет сделано И извините Что я это не оговорил Предварительно Потому что я этого не знал Я лишь Так догадываюсь По окончании непрерывного боя Вы можете проверить Дополнительную информацию О каждом бою И следующим образом Время прохождения Победы Либо поражения в бою Достижение максимального уровня Монстру Полученные награды в боях Статус выживания Каждого персонажа Принявшего участие В непрерывном бою То есть вот Если он затемнен То значит он вздыхал В этом заходе Так Если вы хотите Возобновить непрерывный бой Аналогично локацию Можете сделать это Нажав на кнопку повторить То есть вы просто Вот здесь вот будет кнопка Внизу повторить Где она там Вот Реплей Просто повторить И вы опять делаете Десять заходов Вы можете отсюда Продать руны Можете их не продавать Можете оставить Это шикарно Это вообще круто Тенюшка Я просто переведу Всем Вы сидите на работе У вас там Не знаю Двенадцатый дракон Фармится две минуты Вы поставили на фарм И на двадцать минут Проебались куда-то И вообще пофер Правильно? Или в этот момент Вы можете сидеть И точить Те же руны Переписываться в чатике С кем-то Да там Не прерываясь даже На то Чтоб восстановить Там это Не знаю Да делать что хотите Можете Кроме того Что нельзя конечно К примеру Формить руны И параллельно Отбивать гв Или захват Или параллельно Отбивать арену Нельзя Да Хотя могли бы Арену на самом деле Сделать Хотя вообще Как это помешало бы Ну может это сложно Или они специально Это сделали Не знаю Если бы да Можно было бы Еще во время Фарма гв Хотя может Были бы какие-то Баги с энергией Я вот тут Не знаю Не знаю Не знаю Не знаю Так Продолжаем дальше При разработке Непрерывного боя Мы были Обеспокоены Следующим Мы хотели сделать Систему непрерывного боя Которая не только Смогла бы повысить Удобство игры Но также смогла бы Оказаться полезной Ну действительно это полезно Даже вообще красота Как стать спонсором Напиши мне вот Вконтакте Либо в телеграме Как стать спонсором Я тебе кину целый гайд Как подписаться Если ты не сможешь Если что Есть у меня гайды Вконтакте По прайсу Да Так Напиши мне вконтакте И я тебе кину информацию Как стать спонсором Так Привет Привет Можно прайс Да Сейчас кину прайс Дамир Кинул Пти Прайс Так вот После обсуждения Мы подумали Что было бы здорово Так Если бы Заклинатели Могли бы Воспроизводить Другой контент Во время Проведения Повторного боя Это Это Естественно Не просто же Делать 10 заходов Хотя знаете Если бы они Просто сделали Возможность Х10 Нажать кнопку На заход гиганта Уже было бы шикарно Согласны? Но так как они Анонсировали Что во время Фарма Можно будет Точить руны То как бы Уже куда заднюю сдавать Поздняк Метаться Да Мы пришли к выводу Что заклинателям Станет еще интереснее Играть Если они смогут Фармить руны И повышать уровень Монстров Во время непрерывного боя Одновременно Вызывая монстров И усиливая полученные руны А также Если у них будет время Подумать Какие наборы руны Надеть на монстров В контенте захвата Или на мировой арене Абсолютно согласен Для комтуаса Это только плюс В этой ситуации Вот как они Это реализовали Когда мы это обсуждали Первый раз Когда они это вывалили Там же не было Столько инфы И я Знаете Как и многие Подумали Что о Теперь блин Люди вообще Не будут онлайн В этой игре сидеть А поставили на автофарм И там не знаю Раз в неделю Будут заходить Как на боте каком-то Нет Они сделали это В принципе Более-менее Толково Да, очень хорошо Я как бы Вот в данный момент Вообще не жалуюсь Только один вопрос Остался Насчет фарм-корма Но меня фарм-корма Не особо волнует Я как бы Не то чтобы переживаю Но я же все-таки Развиваю аккаунт новичка И мне было бы важно Этот момент Рассмотреть Более подробно Вот так вот Так Сворачивание меню Непрерывного боя Видите Да, вот эта вот кнопка То есть вы ее выводите Как окошко в окошке Вы сможете увидеть Сколько у вас энки Там Что происходит у вас на острове Вкратце и прочее Хотя могли бы уже На весь экран разворачивать Ну так удобнее наверное будет Вот так это будет выглядеть И я так понимаю В любой момент Можно закончить заход Ты допустим Сделал 7 из 10 заходов И все И ты хочешь пойти на ГВ Ты этот заход добиваешь Хотя может Сделают даже кнопку Выйти с этого боя Если тебе прям срочно надо И ты просто Нажимая наверное На вот эту вот кнопку Ты вот этот заход Делаешь последний И после этого Уже не будет продолжаться Автофарм Пока ты не запустишь его заново Это тоже чудесно Прям красотища Так это изображение Мы уже показывали вам ранее Сверху справа Вы сможете увидеть кнопку Дизайн которого Немного отличается От существующих кнопок Это кнопка Сворачивания экрана Неоперированного боя До минимальных размеров Скорее всего Возможно Смотрите Вот эта кнопка Она просто будет Вот как маленькая Вот такая вот кнопочка Вот здесь вот внизу Или может здесь Может ее наверху сделают А может у нас В маленьком вот так Окошечке Будет еще видно Как мы фарбим То есть Задумайтесь Некоторые смотрят Мои стримы В маленьком экране Играя в игру То есть два в одном У них к примеру Вот здесь вот Мой стрим Вот здесь у них Будет их фарм А здесь они еще И руды будут точить Скоро технологии Идут до того Что параллельно Еще и на телефоне В доту Кто-то будет играть И все на одном экране Бля Это шикарно просто Наверное так оно и будет Просто три в одном Бля Да-да-да Тут не два в одном Тут уже три в одном Реально получается Аракис Я тут смотрю Твой стрим На телефоне Параллельно Тачу руны Так еще и фармлю гиганта Еще и писю И какаю на туалете Еще и мама на это Ладно Мама на это не смотрит Так Сверху справа Это мочит Когда вы нажмете На эту кнопку Экран меню Непрерывного боя Будет скрыт И в верхней части Врат измерений Будет отображаться Значок Уведомляющий о том Что идет непрерывный бой Интересно Он будет Смотрите Вот эта кнопка Когда вы ее нажмете Она будет превращаться Только в эту кнопку На этом здании Или все-таки Можно будет С любой точки экрана На каком бы острове Ты ни находился Сразу воспроизвести Автобой Я надеюсь Они эту кнопку Сделают Ну вот Чтоб она была везде Чтоб ее можно было С экрана Где-то кликнуть Или просто нажать На вот это здание Если они так сделают Будет действительно Очень удобно Потому что Не все захотят Вот это здание Ставить себе там На основной экран Чтоб оно всегда было Как бы на виду Чтоб вы всегда видели Сколько у вас там Заходов осталось Сечете о чем я Да Было бы круто Таким образом Вы сможете Скрыть меню И одновременно Наслаждаться Другими внутриигровыми Контентами Да естественно Я того же буду Наслаждаться Игровые контенты В которых можно играть Во время непрерывного боя Активность на острове Что можно делать Почти все Давайте прочитаем Что нельзя делать Нельзя Смотреть навыки Просмотр навыков В центре превращения То есть нельзя Посмотреть скиллы На костюмчиках Там и прочее Вот это все Ну видимо это как-то Не стакается С этим дело Кстати Скоро ведут Зал на Пирата тьмы И я вот думаю Какой костюм взять Или первый Или второй Наверное второй Он такой более демонический Что ли выглядит Да У меня 180 этих Штуковин есть И какой-то костюм Я сразу на него куплю Так Текст боя Тест Извиняюсь Боя с расстановкой защиты В башне заклинателей Ага Нельзя тестить Нельзя даже тестить автобой Ясненько Так Управление монстрами Нельзя пробуждать монстра Участвующего в непрерывном бою Нельзя превращать монстра В костюмы какие-то переодевать И прочее Так Дальше На арене На мировой арене Что нельзя сделать Да На самурай Извиняюсь Функции связанные с боем Бой Тестирование боя Наблюдение Повтор Дружественный бой Нельзя ничего этого делать Ну как они это и выше Контент гильдии Захват Там лабиринт И так далее Функции связанные с боем То есть нельзя Одновременно Участвовать в ПВЕ И в другом каком-то ПВП контенте Который к этому не относится То есть пока что нельзя Пойти в дыру измерений К примеру Формить второй эвейки Параллельно формить руны Хотя было бы идеально Да Особенно Если бы Для новичка Вот так вот бы сделали Прикиньте Пока Ну вот новичкам Как впадло ходить В дыру измерений Даже на первый этаж Лишь бы потратить Эту энергию Да Понимаете о чем я А тут вы бы Пока вы фармите корм Или ходите там На какого-то Седьмого Восьмого гиганта Вы еще и в дыру измерений Параллельно ходите Даже пускай руками Не надо И туда на авто И туда на авто И сюда Во все прям данжены на авто Было бы просто шикарно Но пока такого нет Может дальнейшим сделают Магазин Покупка наборов Внутри Веревых товаров Это можно Просмотр навыков В наборе с превращениями То есть нельзя За донат Посмотреть навыки Ну это там и выше было написано Так И другое сообщество Что нельзя делать Нельзя зайти в гости К кому-то И посмотреть его руны Пока ты находишься На автофарме Можно кинуть заявку В друзья Там что-то общаться В чатики Там Зайти сосочки Вот эти вот Раскидать Там посмотреть Сколько у тебя В гильдии людей Ну то есть все можно Кроме того Чтобы зайти в профиль Кому-то в гости Но в профиль Интересно В профиль Вообще нельзя зайти Или профиль В гости Нельзя зайти То есть Будет ли работать Сам профиль Может я тут не прочитал Меню друзей Вот Немножко непонятно То есть нельзя будет Вообще посмотреть Даже Ну Может Можно будет Пострелить профиль Но нельзя будет в гости Тут не знаю Ладно, посмотрим, как она будет Как видите, вы сможете использовать различные функции За исключением обычного боя В настоящее время наша команда разрабатывает систему непрерывного боя Таким образом, чтобы она была удобна и полезна для игроков Спасибо за подписку Так, как упоминалось ранее Мы хотим, чтобы эта система не только обеспечивала удобство для игроков Но и помогала играть в игру Задействуя еще больше тактики и стратегии Да-да-да-да Оставайтесь с нами и следите за обновлениями Из-за того, как дальше будет развиваться система непрерывного боя Так, тут еще правило Правило непрерывного боя За один раз можно провести 10 боев Ни 100, ни 200, ни 300 Хотите повторить, просто нажимайте повтор Нет ограничений на количество раз использования функции повторного боя То есть не так, как сделано во многих играх Типа фри-то-плей Ты можешь сделать, к примеру, 20-30 заходов в день А если хочешь больше, то донать То есть здесь ограничений не будет Ограничений это лишь твои кристаллы и твоя энергия Текущая на аккаунте и в инвентаре И все твои ресурсы, которые влияют на то Можешь ли ты пополнить энергию или нет Вы можете использовать функции непрерывного боя Только уже на пройденных этапах Ну, это вполне логично То есть ты не можешь поставить непрерывный бой на 10-го гиганта Если ты его не открыл То есть, я думаю, только дурачки бы об этом подумали Вы можете использовать непрерывный бой только для одной команды Нельзя в процессе поменять команду К примеру, один заход ты делаешь через вердыха Или другой заход ты делаешь через перну Третий еще через кого-то Только одна команда Ее менять нельзя То же самое насчет фарма Один, допустим, фармер и три корма, которых ты качаешь Друзей нельзя вязать Вы не можете использовать монстра друзей Можете использовать только монстра, которого вы владеете Вы не можете изменить команду монстра в ходе проведения боя О чем я уже говорил Ну, согласен Тут как бы технически было бы сложно им реализовать Может когда-то они это сделают Хотя я не знаю зачем Так, бой будет проходить только на автоматическом режиме Невозможно использовать ручной режим Вы сможете, я так понимаю, где-то нажать, кого выделить Но нельзя будет убрать кнопку автобоя Блин, просто, ребят, прощайте кристаллы Да, смысл всего видосика Минус кристаллы Нужен мемчик, где афроамериканцы несут гроб А там один большой плачущий Рыдающий просто кристалл Участвующие в бою монстры не могут быть пробуждены А также к ним нельзя применить превращение в ходе проведения непрерывного боя Окей, непрерывной бой прервется, когда вы столкнетесь со следующими условиями Когда вам не хватает энергии Закончилась энка, все Минус непрерывный бой Когда у вас недостаточно места в инвентаре рун Заканчивается место, автоматически Соответственно, заканчивается ваш фарм Когда вы проиграли в битве Вот здесь, мне кажется, знаете Наверное, я более чем уверен, что коммтуасы сделают галочку Продолжать ли бой дальше, если у вас был фейл И просто будет отображаться там черепок, фейл Какую-то кнопку они сделают Согласитесь, это будет удобно Ну, новичок, он фейлит там, ну, к примеру, раз с пяти Но его это устраивает Ему посрать на фейлы, он фармит, да и фармит Или там раз с десяти Или где-то один раз ему не повезло Ну, представьте, вы на работе Вы зашли на двенадцатого некроманта Или еще на кого-то И у вас первый заход фейл А все остальные девять были бы, к примеру, без фейлов Согласитесь, обидно Тебе нужно опять нажать кнопку Их с десять заходов Мне кажется, они сделают такую галочку Типа галочка будет с переводом Насрать на фейлы Вообще пофиг Типа фейл, да и фейл Наверное, они в дальнейшем это исправят Я уже уверен, им про это написали Сказали Они это сами там оговаривали Друг с другом Это ясно-понятно Но, видимо, сразу не хотели это реализовать Может, в дальнейшем это переделают Я считаю, эта функция нужна Обязательно нужна Там ты действительно можешь зафейлиться По какой-то непонятной причине Так что из-за этого заканчивать фарм Не знаю, зачем они это сделали на самом деле А может, они просто не хотели Как-то запариваться насчет этого Заметки от разработчиков Предназначены, чтобы помочь вам Заранее знакомиться с подробностями Предстоящего обновления Я думал, сегодня вылезет Вот это вот 0.1 мегабайта Я думал, обнову будет побольше Якобы, это уже нам обнову вывезли Но, как я иванговал Эта обнова нам заедет Скорее всего, со следующей недели Вряд ли она выкатится завтра Мне кажется, она будет 14-15 числа Может, перед башней прям сразу Или после Не знаю, как это связано с башней Просто они часто перед башней Или сразу на следующий день после башни Что-то грандиозное вводят Не знаю Поскольку данный контент Находится еще на стадии разработки и тестирования Обращаем ваше внимание Что игровой вариант контента Обновлений может отличаться От того, чем мы с вами там поделились То есть реально Когда вы увидите все это дело Оно может выглядеть немножко по-другому визуально И может еще какие-то функции добавиться Либо наоборот их уберут временно Или на постоянной основе Прежде чем закончить У нас есть несколько интересных новостей О какой-то хуйне непонятной Да Которая нас никого не интересует Хрень полная Так что вот посмотрите, да? Красотища Я прям Вот этот мне скрин нравится Смотрите, да? Бля Мне прям Это очень нравится Я уже прям Это хочу Вы прикиньте? То есть Пока ты Делаешь 10 заходов На какого-то там гиганта Неважно куда В кайросе Или куару качаешь Ты можешь в этот момент Смотреть кому-то аккаунт Имеется ввиду На другом То есть Ты поставил 10 заходов И все Ты можешь на минут 10 Как минимум Куда-то свалить Простите меня В туалет можно сходить Можно уроки пока сделать Я согласен с тобой фатал Действительно Не, ну Простите При не особой моей любви К школьникам и прочим Но был бы я школьником Я бы радовался бы Этой обнове Ты нажал Автофарм И сидишь себе Действительно Занимаешься своими уроками Твоя, скажем так Школа не страдает От твоей игры И мамка на тебя не орет Что ты каждую минуту Прерываешься Типа Нажать повторить Нажать повторить А так раз в 10 минут Прерываешься Доставай телефон из трусов Вообще, да? Красотища просто Так что вот так вот Лепота Красота Не знаю Пишите сами Пишите, точнее Думайте сами Пишите в комментах Чтобы вы сюда еще добавили Я бы хотел бы Галочку Игнорировать файл И чтоб можно было На авто выставлять Галочками Каких-то мобов Которых бы ты дальше Качал Ага Вот эти вот Две функции Я считаю Они прям Мастхев Если вы еще Сами что-то там Додумали Ну может я что-то Не оговорил Так как я делаю Это онлайн запись То допишите Одна голова Хорошо А больше Больше нескольких тысяч Конечно намного лучше Боже какая мы Большая гидра Вот вступайте в наш Телеграм канал У нас здесь идут Розыгрыши Вот в телеграм канале И у нас здесь Всякие мемчики И у нас здесь Еще идут Промокоды Всякие Все промокоды Которые появляются Я кидаю в телеграм Вот здесь есть все промокоды Листайте Может какие-то Из них еще активные Промокод за сентябрь До сих пор работает Он работает весь месяц Вступайте Смотрите Общайтесь Задавайте вопросы Голосуйте Здесь вы можете проголосовать Лапки нажать Там еще что-то И мы часто проводим Розыгрыши аккаунтов В телеграме Не пропускайте это Да Вот В телеграме Все что нужно будет сделать Написать комментарий И вы участник Вы можете комментировать Чуть бы не каждый пост И в любом случае Выиграть себе Какую-то плюшку Да То есть Вы можете даже не следить За розыгрышем А любой Пост в телеграме Один комментарий Оставить Какой-то комментарий Не точку А какое-то слово Хотя бы написать И вы будете автоматически Участником Если в этом посту Проводится розыгрыш аккаунта Вот такой вот Некий чит Лайфхак Для многих Так что вы поняли Вот Я же говорю Пишите в комментах Что думаете про эту обнову Я ее очень жду Кто ждет обнову С вас большой лайк Поцелуйте маму Обнимите сестру Жду вас вечером на стриме Есть гайды у меня Теперь вконтакте Всего моего канала Ютуба Есть гайды Теперь вконтакте Если вы на Ютубе Подписан платно То соответственно Для вас ничего не поменяется Если вы не можете Подписаться на Ютубе Подпишитесь вконтакте Я вам дам доступ к гайдам Сегодня уже 4 или 5 человек Получили доступ к этим гайдам Так что Как видите Все работает Все четенько И понятненько Обращайтесь вконтакте По любым вопросам По любым услугам Договоримся Все сделаем Либо в телеграме Вайбере До встречи в чатике Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok